Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава, глава Мишпатим. На нашей недельной главе базируется все еврейское судопроизводство. И так нужно понять, что кроме того, что эти законы очень мудрые и умные, и мы скажем, что есть те вещи, которые нет у других, насколько они умны, мы об этом сейчас с вами поговорим тоже, но тем не менее соблюдаемые еврейские законы не потому, что они логичны и умны, а потому что их нам дал сам Всевышний, и он от нас потребовал их соблюдать. Потому что у многих народов есть конституция, есть какая-то логика, нравственность, и слава богу, как говорят любаические рэбы, и не только любаические рэбы, что перед приходом Ашеха нравственные законы становятся на первую ступень, потому что люди говорят о том, что плохо убивать, люди говорят о том, что плохо воровать, не все это соблюдают, многие это не соблюдают, но тем не менее понятия нравственности, они очень важны, и они очень похожи у многих, но тем не менее мы также знаем, что люди, которые были очень нравственны, могли взять в руки оружие и убивать людей других, могли делать такие подлости, могли делать такие вещи, и все это потому, что их законы, их логика, она логика человеческая, а мы базируемся на логике Всевышнего. Итак, Тора начинает эту нашу недельную главу законов о рабстве, то есть вообще что такое рабство, всего лишь какие-нибудь 150 лет назад еще было рабство в Америке, как мы с вами понимаем, и рабство это довольно была актуальная вещь, особенно в то время, и поэтому Тора в первую очередь, но не только потом, Тора в первую очередь, Тора говорит впервые о том, что у рабов вообще есть какие-то права, то есть что Тора называет рабами в нашем понимании современном, в том, которое мы знаем о рабстве, это совсем не рабство, это комфорт, это курорт. Итак, мы постараемся с вами подробно это объяснить. Для того, чтобы задать вопрос, который задает Рэбе, и не только Рэбе, я хотел сначала объяснить, как вообще появилось еврейское рабство, как такое могло появиться, потому что еврейский народ вышел из Египта, это сами были рабами, и как появилось еврейское рабство в будущем, то есть есть две причины, по которой человек может оказаться в рабстве. Итак, первая причина довольно логична. Человеку очень тяжело, то есть он не справляется, ему нечем кормить семью, он находит себе богатого еврейского хозяина, и говорит, я хочу продаться в рабство, я хочу работать, главное дай мне крышу над головой, что есть, будем тебе рабами. Знакомая ситуация, если вы вспомните, что египтяне, когда ему не было что кушать, они сказали, давайте мы будем рабами фараона, только дай нам что поесть. То есть тяжелое положение еврея может привести его к тому, что он, не дай бог, продастся в рабство. Есть второе понимание, вторая причина, это если человек украл. То есть если человек ворует, и он не может рассчитаться за украденную вещь, бывает, что он украл много, уже потратил, или еще что-то, причем еще еврейский закон говорит, что не просто есть наказание, когда вор, он не просто должен вернуть, да, то есть он иногда должен вернуть двойную стоимость, а иногда и больше, в зависимости от того, что он украл. Есть там четкие законы, которые это объясняется. И самое интересное, что в еврейском законодательстве практически нету наказания тюрьмы. Самое распространенное наказание, которое есть во всем мире, в еврейском законодательстве нету. Я всегда приводил в свое время пример, который я как-то прочитал, когда был в Павлодаре, что какой-то наркоман залез к какой-то бабке, и у ней там была единственная корова, которая была ее пропитанием, он ее зарезал, где-то продал на наркотики, и в результате эта бабка просто повесилась, да, то есть она, почему она повесилась, потому что это была ее кормилица, для нее это был большой шок, и все. То есть, ну, посадят этого наркомана в тюрьму, да, что изменится от того, что он будет сидеть в тюрьме. Тут фраза Жеглова «вор должен сидеть в тюрьме», она немножко не работает. Вор должен не воровать, а если украл, должен рассчитаться для того, чтобы исправить то, из-за чего тут свою проблему. То есть, как говорил Рабнахман из Бреслова, если ты мог испортить, верь, что можно починить, исправить, да. И поэтому наша задача, чтобы человек исправил то, что он сделал. А бабушке это не поможет то, что его посадят в тюрьму, может, моральное удовлетворение будет, но не поможет. Вот. Помните, как тот анекдот, то есть, как он не знает, чего его вспомнил, когда дед Мазай, там, ему нечего, зайцам нечего кушать, да, они вот умирают, и он приходит к немцам и говорит, дайте покушать зайчикам. Они говорят, немцы говорят, то есть, ты выдай нам партизану, и я, мы скажем, мы дадим зайцам покушать. И дед Мазай думал, зайцам жалко, 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 короче, выдал партизанов, и на следующий день немцы повесили партизанов, а зайцам кушать все равно не дали. И вот такая картина, висят партизаны на деревьях, да, и кролики подыхают, зайцы подыхают, и он говорит так, говорит, как зайчишек жалко, и как-то смотрит на партизанов, перед ребятами как-то неудобно. То есть, ну, какая нам дело от того, что человеку не вернули украденый? Нужно вернуть украденное, если человек не может украденым вернуть, его продавали в рабство, в рабство продавали на 6 лет, сейчас мы об этом с вами подробно поговорим, а человеку, хозяину, то есть, не продавали тому, кого он украл, это очень важно, а продавали другому человеку, и возмещали ущерб тому, кого он украл. То есть, вот такое вот еврейское судопроизводство. И вот после того, как ему возвращали, человек продавался в рабство на 6 лет, до 6 лет. И по истечении 6 лет, на 7-й год, он продавался до 7-го года, в 7-й год его должны были отпустить. Но были другие случаи, когда человек не хотел выходить. К примеру, тот человек, который продавался, он понимал, что сейчас от тебя ты выйдешь, то есть, и ты должен опять работать, опять зарабатывать на жизнь. Ему все устраивало, как говорит, любит свою жену, своих детей, любит своего господина, не хочет выходить. Или тот, который украл, тоже говорит, слушай, если что, я выйду, опять буду воровать, ну, мне тут тоже хорошо, комфортно. И поэтому такие люди наказывались, как наказывались, им прокалывали ухо. Прокалывая ухо, правое ухо, мы об этом сейчас с вами поговорим тоже, прокалывает правое ухо, и говорят, то ухо, которое слышало, что мне вы рабы Израиля, то есть, что израильский народ, он рабы именно только Всевышнему. А она нашла себе, этот человек нашел себе другого господина, так вот, то ухо, которое слышало, что мы не должны быть рабами, а мы рабы только Всевышнего, оно должно быть проколото. Итак, сейчас мы зададим два вопроса, я надеюсь, вы внимательно слушали. Итак, первый вопрос, который мы говорим, что Рэбе говорит, что это вообще не актуальные законы на тот момент, почему сразу Тора начинает с этих законов? Почему не актуальные? Иврейский народ выходит с большими деньгами, с большим имуществом, поэтому никто в рабство продаваться точно не хочет. Второе, если человек украл, да, ему понравилась какая-то вещь, то его споймали, и он все равно может возместить ущерб, потому что люди очень богатые. То есть, какая-то вещь, что может понравиться? Может понравиться какая-то особенная вещь, какая-то брошка или вещь, которая нестандартная, вот он может рассчитаться. Поэтому, в принципе, эти законы на тот момент не должны быть актуальны. Почему же Тора начинает именно с этих законов? Можно их и потом было нам сказать, потому что сейчас нам, наверное, актуальнее другие законы. Тем не менее, это очень важно, и мы сейчас это тоже объясним. И вторая вещь, вопрос, который я хотел задать, я надеюсь, что у вас внимание сконцентрируется, это очень важный вопрос, мы говорим, как наказывается человек, который хотел остаться в рабстве. Ухо, которое слышало, не будешь рабом, то есть, что мне, еврейский народ, рабы, то есть, оно должно быть наказано. Слушайте, а ухо, которое слышало, не воруй, да, оно не должно быть наказано. Почему сразу ему не прокололи ухо, вот слышало, не воруй, а украло? Или другую, любую заповедь, почему ухо наказывается, да, то есть, не ухо наказывается, а человек наказывается тем, что ему прокалывает ухо, только если он не захотел выйти из рабства. Это очень интересный вопрос, и сейчас мы с вами его обсудим. Итак, есть несколько бесед, рэва очень важных на эту тему. Что такое настоящая свобода? Я сейчас не буду углубляться глубоко, потому что мы говорим, что нас вывели как бы из одного рабства и включили в другое рабство. Но все рабство, оно является относительной, свобода является относительной. Да, я помню, что, как сказал Шафер, то есть, который живет в Одессе, пусть будет жить до 120 лет, как он сказал, что у некоторых понимания свободы, это когда горит на светофоре зеленый свет во все стороны, то есть, все дозволены, да. То есть, но свобода это совсем другая вещь. Если мы возьмем растение, что для нее свобода? Это наличие солнца, да. То есть, если растение там ограничить солнце или в воде, это не свобода. Но растение же привязано к земле, как-то оно все равно ограничено, да. То есть, но это ее свобода. То есть, истинная свобода может быть у евреев только во Всевышнем. Как скажем, что такое у человека, его ограничили в передвижении, все ему лишили свободу? Не всегда. Есть свобода внутренняя, о которой мы поговорим как-то в другой раз, когда будет Песах, что такое настоящая свобода, что свобода может быть только во Всевышнем, потому что Всевышний, он по-настоящему дает нам возможность вырваться из ограничений нашего материального мира, который и является нашими рамками. Так пишется, что Египет, его основная суть, это ограничения, это рамки. Он нас ограничивает в какой-то рамке, и вырывание из этих рамок, и является как раз выход из рабства, выход из Египта. И именно поэтому для нас важно, чтобы еврей оставался постоянно свободен, постоянно мог быть человеком Всевышнего. Что такое раб? В чем ограничен раб? Раб из себя не представляет ничего. Раб – это личность, которая полностью обслуживает Господина. Что значит обслуживает Господина? Личность, которая обслуживает Господина, не имеет своего собственного времени, не имеет ничего своего, ни материальности, ни собственного мнения, времени, она полностью подчинена Господину. И все, что он покупает, он покупает для Господина. Все, что он делает, он делает для Господина. Когда он раб Всевышнего, так он делает все для Всевышнего, он привносит свет в этот мир. А когда он находит себе другого человека, то он полностью ограничен в своих действиях. Именно в службе Богу человек приобретает настоящую свободу. Итак, шесть лет, которые человек должен отрабатывать, напоминает шесть дней недели. А седьмой день – это шаббат. Седьмой день – это та вещь, которая позволяет нам подняться над рамками материального мира. Благодаря тому, что у нас, у евреев, есть свобода, в шаббат мы действительно свободны. В шаббат мы свободны, где еще сейчас в наше время мы можем увидеть людей, которые на целые сутки отказываются от сотового телефона и отключают себя от внешнего мира для того, чтобы провести шаббат с семьей, шаббат посвятить Богу, синагогу, семья, Бог. То есть это, конечно, в наше время очень тяжело себе даже представить такую вещь. На одной из лекций на рабашкин-ази рассказывает такую историю, историю с Биллом Гейтсом. Как-то Билл Гейтс летел с кем-то в чартовом самолете, и они обсуждали, кто что может купить. То есть это, конечно, я помню анекдот известный, когда летят евреи в самолете, там арабский шейх, там еще кто-то, и они обсуждают, кто что может купить. Один говорит, я могу купить всю эту корпорацию, я могу все. И вот они спорят, а еврей сидит и молчит. Они на него так посмотрели, он говорит, я не знаю, что вы хотите купить, но я ничего не продаю. То есть, ну, конечно, это шутка, но мы переходим к истории с Биллом Гейтсом. И так Билл Гейтс сидит, уже не обсуждает, он говорит, и вдруг Билл Гейтс заметил, что один из тех человек, который с ним разговаривает, что он еврей, и он так улыбнулся, он говорит, я могу приобрести все в этом мире, но я не могу приобрести одного еврея, свободу одного еврея. Он говорит, что значит свобода одного еврея? за все деньги мира я не могу приобрести свободу одного еврея. И он рассказал историю, что они делали какую-то конференцию очень сильную, и там был какой-то еврей, который был очень серьезным специалистом, которого хотели пригласить в выступление на этой конференции, и предложили большие деньги. Кроме того, что выступать на конференции Билл Гейтса, это уже само по себе имидж, люди даже, может быть, и бесплатно бы поехали, а тут ему предлагают довольно хороший гонорар, предлагают ему выступить, и он говорит, извините, я не могу, у меня шаббат. То есть передают Билл Гейтсу, он говорит, ну, евреи, знаете, какие слухи ходят, что евреи — это только вопрос денег, он говорит, предложили ему больше. Предложили ему еще больше, он отказался, потом предложили еще больше. Билл Гейтс говорит, так, предложите ему очень большие деньги. Ему предложили очень большие деньги, и он отказался. Билл Гейтс был очень потрясен, и он тогда сказал, перенесен всю конференцию. То есть представьте себе, ради этого еврея принесли всю конференцию, и потом предложили ему большую сумму, еврей сказал очень красиво, он говорит, я готов был за такую сумму приехать, поэтому не надо мне ту сумму, которую вы обещали последнюю, захотите, может он так и сказал, я не знаю, премию или еще что-то, а мне, пожалуйста, ту сумму, за которую я приехал, потому что я не поехал на эту встречу только из-за шаббата. А если бы был не шаббат, а другой день, я бы поехал за более меньшую сумму, и поэтому он еще раз прославил ему Всевышнего, тем, что он сказал, что он это делал не из-за денег, что шаббат у него не продается, и поэтому Билл Гейтс сказал, я не могу купить шаббат одного еврея, да, то есть как мы говорим, все покупается и продается, а вот не все, вот, потому что у свободного человека свободу ты не заберешь, как бы ты его ни ограничивал, свободу настоящую ты у него забрать не можешь, и поэтому действительно мы стали по-настоящему свободные люди, которые связаны со Всевышним, и поэтому действительно, благодаря тому, что мы уподавляемся Всевышнему, Всевышний как раз и есть свободен, да, то мы тоже становимся свободны, особенно в седьмой день недели. Тут вспоминается история с Яаковом, да, тоже Рабаш Кеннадий напомнил, ну, это известная история, я тоже говорил в своих уроках, это если вы помните, я не помню, или это было уже записано, известная беседа Рэба, где Рэба говорит, что Яаков, когда шел к Лавану по дороге, он заночевал, и он окружил голову камнями, то есть он окружил голову камнями, чтобы дикие животные не могли зацепить голову, и тогда спрашивается вопрос, извините, а если подошел бы там лев, там, еще кто-то там, и растерзал его, ему бы помогло тем, что он окружил голову, и почему он окружил только голову, а не все тело, и объясняется это тем, что он шел к Лавану, и был Лавану, он должен был работать с утра до вечера, работая с утра до вечера была опасность, что он станет, не дай бог, рабом материального мира, что он не сможет отвлечься от этого Рэба, и поэтому самое важное, чтобы голова была свободная, голова была посвящена Богу, и поэтому для него было важно окружить именно голову. Если мы возьмем имя Исраэль, да, то есть его можно по-разному интерпретировать, там, играться с корнем, но можно поменять буквы, получается, рож ли голова мне, голова Богу, да, как бы еврей не был занят материальным миром, в конечном итоге, что у него должно быть, и того нет никого, кроме Бога одного. Рассказывается интересная история, когда был один праведник, который занимался торговлей леса, и вот он делал подсчет, по-моему, по торговле леса, и он написал, и того нет никого, кроме Бога одного, и когда смотрели, говорит, а что ты написал, он говорит, ой, я задумался, он говорит, как во время счета можно думать о чем-то другом. Он говорит, точно так же, не дай бог, как во время молитвы можно думать не о Боге, да, то есть человека постоянно в голове Бог, и это как раз и объясняет, что такое настоящая свобода, что это должно быть здесь, это должно быть в голове, это должно быть в сердце, это настоящая свобода. Но, тем не менее, мы не ответили на второй вопрос, один из важных, почему прокалывалось, во-первых, правое ухо, а не левое, то есть, а во-вторых, ну, не во-первых, ну, один из вопросов прокалывалось правое ухо, а потом прокалывалось, во-первых, только на шестой год, то есть перед седьмым годом я сам хотел остаться, и то, что, почему бы сразу не прокалывать то ухо, который слышал, не воруй, почему именно рабство действительно, да, прокалывали, и почему не сразу. И объяснение на этом мы уже дали, насколько важно быть свободным человеком, быть свободным евреем, но тем не менее мы идем более глубже, как подходит Рэбэ и объясняет это в своей беседе, беседа потрясающая, и он объясняет там так, он говорит так, что человек, который украл, он и продал себя в рабство, да, то есть, во-первых, тот, кто украл, не он продал себя в рабство, да, то есть, суд постановил, что его продают в рабство, поэтому он не то, что не виноват в продаже в рабство, он виноват в том, что он украл, но в том, что его продали в рабство, он не виноват, и косвенно он виноват, конечно, но то, что его продают в рабство, это не по своей воле он продается, он бы хотел, чтобы его не споймали, и он не попал бы в рабство, да, и поэтому, как бы, у него есть такое до 7 лет оправдательное понимание. Во-первых, кто ворует? Как правило, Рэбэ оправдывает, что воруют как раз люди, которые делают это от безвыходности, от того, что у них тяжелое положение. То есть есть два варианта. Он сидел-сидел, ничем не занимался, оказался на заборе, оказался в таком положении, и закрутилось, завертелось, и он попал в нехорошую компанию, или сам пошел по плохому пути и начал воровать. Или человек, который продает сам себе в рабство, он тоже продает себе не от хорошей жизни, поверьте мне, потому что все-таки человек хочет быть свободным, но нет у него возможности, он тоже продает себе в рабство. Вот здесь понятно, что это как бы есть вина человека и порядочная вина, но тем не менее, это не в рабство, он продается от как бы безвыходности и попадает в рабство тоже от безвыходности, от определенного состояния. Кстати, вспомнился анекдот тоже на эту тему, чем отличается еврейское законодательство от не еврейского, я имею ввиду духовное законодательство. Мы приходим в синагогу, да, то есть мы молимся, и когда нам говорит, мы хотим, чтобы Бог нас простил, так вот Бог пусть и прощает, это твои отношения с Богом. А если ты сделал какую-то гадость человеку, ты должен вернуть человеку ущерб, который ты нанес. Ну, не будем говорить где, хотя это там, где люди любят исповедоваться, они приходят и просят, чтобы им отпустили грехи. И так пришел один человек и говорит, святой отец, я хочу, чтобы мне отпустили грехи, понятно, что это не еврейская религия, и он ему говорит, я тебя отпущу, только расскажи, сын, о своем грехе, как это было исповедоваться. Он говорит, я украл, говорит, шесть баранов, он говорит, ну, он говорит, ну, то есть я хочу исповедоваться за воровство шести баранов. Он говорит, ну, расскажи, он говорит, первый день я украл два барана, во второй я украл еще два барана, и вот так это все было. Он говорит, ну, я насчитал только четыре барана. Он говорит, а завтра я еще два украду, да, то есть как бы уже на будущее, да, то есть понятно, что еврейское законодательство, оно другое. Человек украл, он должен исправить свою ошибку, и он должен исправить свою ошибку. Ну, на самом деле, возьмем глубже, мы вернемся в ту идею, о которой мы говорили в начале главы, то, что я сказал. Помните, мы говорили, что человек, который берет раба, он берет себе большой головной боль, ну, скажем так. Эта большая головная боль ему, на самом деле, нормальному человеку не нужно. То есть, ладно, я еще пойму, если он взял человека, который продался, потому что от неимения. Ну, он может нанять себе наемных рабочих, которых может в любой момент уволить, там, наказать, там, как-то, там, договориться о зарплате, там, все. Но он еврейского раба, он должен к нему относиться с очень большим уважением, да, тем более, кому нужен раб, который вор, да, кто захочет взять себе в хозяйство человека, который идет и ворует, и за это ему продают. То есть, естественно, возникает вопрос, а зачем такой раб нужен? И объясняется, Рэбе объясняет, и в других местах тоже объясняется, Рэбе объясняет, это шикарно. Он говорит, мы ответственны за того, кого мы приучаем. Когда человек спотыкается и выходит на неправильную дорогу, есть наша задача помочь своему брату, чтобы не повторить историю с Иосифом. Что произошло с историей с Иосифом? Братья заподозрили Иосифа, что он пошел по плохому пути, и он пошел по плохому пути, и они решают продать его в рабство, там, отдать туда, сначала убить и все остальное. То есть, им самое страшное, что было, что не слышали Иосифа, когда он кричал. То есть, они были безразличны относились к Иосифу, они не чувствовали свою ответственность к брату. И поэтому Иосиф делает все вот эти вот сокрытия, пока братья не готовы ради Беньямина идти на смерть. То есть, получается, ощущать ответственность. Поэтому, когда человек попадает, не дай бог, на такой путь, есть ответственность. И какая ответственность, мы можем сравнить наше время. Бывают люди, которые такие шлемазовые или не шлемазовые, люди очень, которые идут по наклонным пути, и мы должны как-то помочь им. Чем мы им помогаем? Мы берем себе, даем им какую-то работу, мы там, даем им что кушать, все в этот момент. И в этот момент они становятся не у нас рабами, а чуть ли не у нас хозяевами. То есть, что мы понимаем, что мы их боимся выкинуть только по одной простой причине, что они пойдут дальше по наклонной плоскости. То есть, приходит тебе человек, и мы видим это очень часто, ты его берешь к себе, ты ему оказываешь большое уважение, оказываешь ему все, даешь ему все. А на самом деле, этот человек даже не хочет ни работать, ничего, потому что это такая сущность. И такая твоя задача постараться повлиять на него, чтобы исправить, чтобы сделать этого человека хорошим. И так и говорится, что рабы, как правило, продавались и покупали их очень грамотные раввины и умные праведники, почему очень грамотные праведники, раввины, которые хотели перевоспитать этих людей. Что зная, что он будет находиться в хорошем обществе, в хорошем окружении, это общество в состоянии повлиять на него, его дом, дом его хозяина, повлияет на него так, что человек не захочет воровать и пойдет по правильному пути. А если он не смог его переделать, да, то тогда получается, не дай бог, что, да, некуда деваться, он пойдет по наклонной плоскости. Иногда, я смотрю по себе, приходится как бы выкидывать такого раба, потому что этот раб уже идет не очень правильно. Это не значит, что я поступаю правильно, что я так сделал, да, то есть там, ну, как бы или делаю так, но просто наша задача, когда попадает человек, и неважно какой, он твой брат, у тебя есть за него ответственность, ты должен сделать все возможное, чтобы он оказался у тебя на какое-то время, как бы рабом, да, чтобы ты смог на него повлиять, чтобы он не попал дальше, чтобы дальше у него не было ответственности, которая будет гораздо больше, и он пойдет по наклонной, что ты его взял, дал ему возможность, подтянул его эти шесть лет, и потом выпустил его в мир, да, кстати, когда он выпускает рабов, тоже выпускает их, очень интересно, там, ты должен, там, ему дать, по-моему, инструмент, еще что-то, то есть ты, как бы, пускаешь человека в жизнь, то есть и все прекрасно понимают, и многие, которые общаются в Баитхабаде, в разных Баитхабадах, и в нашем том числе, знают, сколько людей мы спасли и дали им дорогу выдать жизнь, это дети, которых мы отправляли в еврейские интернаты, вытягивали, ну, не будем говорить откуда, то есть это очень важный аспект, о котором мы говорим. Итак, мы подходим к вопросу, почему же прокалывали все-таки ухо, если человек не хотел выходить, а вот здесь и мы подходим, что когда человека продали в рабство, он, может, даже не хотел, он украл, он даже не думал о том, чтобы продать в рабство, или он продался сам, то есть в 106 лет мы считаем, что этот человек с течением обстоятельства, но если через 6 лет он не справляется, мы видим, что он хочет остаться все равно рабом, что он не хочет, мы ему даем шанс, и Тора ему дает шанс, и поэтому рабы еврейские не могут быть постоянные, это только в 7-й год его уже выпускает, и он не хочет уходить, вот тогда это уже, мы понимаем, что это непростая ситуация, мы понимаем, что этот человек очень непорядочно и неправильно поступает. Когда человек украл, мы пытаемся его оправдать, что он это ухо слышал, но он попал в обстоятельства его животной душа, но когда человек хочет оставаться рабом, когда человек не хочет выходить из своего ограничения, из своего неправильного поведения, ему комфортно, он не оставляет свою зону комфортности и хочет остаться рабом навечно, вот это уже страшно, и тогда прокалывали именно правое ухо, говоря о том, что его поступок очень и очень плохой, он должен быть рабом только по Всевышнему, и он должен быть свободен для того, чтобы заниматься главной своей задачей, нести свет в этот мир. Вот и как мы ответили на эти основные вопросы, почему Тора начинается именно с рабов, потому что свобода – это самая главная вещь, без которой невозможно движению вперед, без которой ты не сможешь помолиться без сотового телефона, которой ты не сможешь уделить время детям и все остальное. Для этого нужно быть по-настоящему свободным человеком, который не будет бояться, как сказал история с предыдущим, байческим ребер, что когда он был в тюрьме, когда к нему приставили пистолет и сказали, эта игрушка заставляет говорить многих, я тебе сейчас продреблю голову, я не помню, как там точно было, и он сказал, эта игрушка страшна для тех, у кого есть один мир и много богов. У меня же есть один бог и много еще будущих миров, и он по-стоящему свободен. И когда его уже освободили, хотя приговорили к расстрелу, потом освободили, он на перроне сказал очень интересную вещь, он сказал, что только наши тела могут поработить, души наши не могут поработить. С момента выхода из Египта души наши никто не может поработить. И поэтому пишется не и Эвит Исраэли, то есть не имя Исраэль, а Эвит Иври. Что такое Иври? Именно Юсефа, когда продавали, его называли Эвит Иври. То есть Эвит Иври, что эти люди до сих пор не освободились, потому что слово Шила, то есть его числовое значение 400, то есть 400 лет, которые должны быть в Египте, в изгнании. Но мы находились в рабстве гораздо меньше, и поэтому человек, который не вышел, он напоминает те 400 лет, которые он должен был находиться в Египте, и то, что его освободили, сделали рабом, он не освободился, он еще до сих пор там в Египте. Как мы видим, к сожалению, многих советских людей, которые до сих пор там едут в Израиль и плачутся по свинине, по малине, или еще почему-то, вот, и голосуют, до того голосуют, не будем говорить за кого. Но, тем не менее, дорогие евреи, каждое соблюдение заповеди, соблюдение шаббата основного, хотя бы если мы зажжем свечи, хотя бы если мы на какой-то момент вырвемся из своей суеты, говорит о том, что мы по-настоящему свободные люди. Я вам желаю хорошей недели и с Божьей помощью хорошего месяца Адара.